Чем же занимаются дети звезд боевиков? Гордятся ли своими наследниками Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам или Джеки Чан? Итак, начнем. Патрик Шварценеггер. Полное имя сына легенды Арнольда Шварценеггера, Патрик Арнольд Шрайвер Шварценеггер. Видимо, чтобы ни у кого не возникало вопросов, кто его родители. 27-летний Патрик работает фотомоделью, владеет компанией по производству мужской одежды и пытается пойти по стопам папы. Пока что он выбирает роли не бравых солдат с пулеметом наперевес, а романтичных парней. И хотя в 2018 году критики разнесли в пух и прах подростковую драму Полночное солнце, где Патрик сыграл с Биллой Торн, поклонниц ему прибавилось, это доказывает номинация на лучшего драматического актера на Teen Choice Awards. Да, для артиста эта премия считается в прямом смысле детской, но Леонардо Ди Каприо и Райан Гослинг тоже с нее начинали. Пока что наиболее удачной и интересной работой в кино у Патрика стал инди-хоррор Дэниел Ненастоящий, в котором он эффектно сыграл воображаемого друга главного героя. Систин Сталлона, 22-летняя модель и дочь Сильвестра Сталлона только начинает делать первые шаги в кино. Пока что у нее есть одна главная роль в сиквеле хоррора Синяя бездна 2. Но этот фильм вряд ли можно назвать успешным дебютом, хотя Систин в нем сыграла достойно. Впереди второстепенная роль в криминальном триллере Полночь в Злаковом поле, в котором Брюс Уиллис и Меган Фокс будут искать серийного убийцу. Систин также ведет подкаст Unvaxed вместе со своей сестрой Софи. Девушки с юмором и знаменитым калифорнийским акцентом обсуждают бывших, зависимость от соцсетей, татуировки, несчастную любовь, токсичную маскулинность и даже выгорание на работе. Подписчиков у подкаста пока что мало, всего 2000. Бьянка Бри, дочь Жана Клода Ван Дамма пока что мелькала исключительно в фильмах отца, которая уже давно относится к категории Б, ее дебют в кино состоялся в 2008 году с небольшой роли Кэсси Робида, дочь Джека Робида, персонажа Ван Дамма, в фильме «Специальное задание». В дальнейшем она снялась в фильмах «Папы Френчи», «Игры киллеров» и «Шесть пуль», девушка, которая, кстати, тоже достигла немалых успехов в боевых искусствах. Проходила пробы на роль Миллины в веб-сериале «Смертельная битва», «Наследие», но получила отказ. Пока что ее единственной главной ролью является сай-фа и вторжение извне, вышедший в далеком 2012 году. Сейчас 30-летняя Бианка не оставляет попытки поярче заявить о себе в кино, много тренируется, работает моделью, ведет Инстаграм под именем Бианка Ван Дэм и пишет стихи. У Аэт Рассел. Сын Курта Рассела с детства мечтал стать не актером, а хоккейным вратарем. Поиграв в многочисленных любительских и профессиональных командах, он бросил спорт из-за травм. В Голливуде он пока что наиболее известен по роли в хорроре 2018 года «Оверлорд», а также по весьма недооцененному комедийному сериалу «Ложе 49», в котором сыграл эдакого Большого Лебовски нашего времени. Прославится на весь мир сын Курта Рассела явно после роли преемника Капитана Америки, супергероя-агента США в предстоящем сериале «Сокол» и «Зимний солдат». Премьера намечена на 19 марта. Джейси Чан. Наиболее драматичная история у сына Джеки Чана. Парня не получилось нормально воспитать, он вырос заносчивым и самовлюбленным. Еще в нулевых Джейси окончил курсы актерского мастерства, но успеха в кино не добился. Наиболее удачной его работой можно назвать боевик 2007 года «Неуязвимая мишень». Были попытки стать поп-звездой, парень выпускал альбомы, которые плохо продавались, гонял в турне по США и Китаю, но в итоге оказался в тюрьме. В 2015 году в его квартире нашли крупную партию наркотиков. По китайским законам Джейси грозило длительное заключение и даже смертная казнь, но власти сообщили о смягчающих обстоятельствах, они не были названы, но ходили слухи, что помогли связи отца и Чан-младший вышел на свободу, отсидев всего полгода. После этой истории Джеки лишил сына наследства и все деньги завещал благотворительным организациям. Американский киноактер шведского происхождения Дольф Лундгрен знаменит благодаря участию в серии боевиках 80-90-х годов. Мировую славу ему принесла роль Ивана Драга в «Роке 4». В настоящее время его фильмография превышает 50 кинолент. Мастер боевых искусств находится в отличной физической форме, которую он недавно продемонстрировал в легендарной трилогии «Неудержимые». Однако наибольшим достижением в жизни Лундгрен считает двух красавиц-дочерей. В 1994 году он повел под венец дизайнера Анет Квиберг. И в 1996 году у супружеской родилась малышка Ида, а в 2001 году Грета. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. Всем до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok